Мне было бы без разницы. Может, политик. И политики, может быть, крепливее. Потому что они же много раз говорили о том, что воры в политику пролазили. Они в балкани взяли. Да. Сваливали свои какие-то хитрости на людей. Воры. Нам эта политика по-барабану, блядь, по-глубокому. Че? Да, пакет просто чистый. По-глубокому барабану нам. Эти политики, ихняя политика. Занимаются они, пусть нахуй занимаются. Нам какая разница-то? Если бы вы разговаривали с политикой? Да мне разницы нет, пускай. Ну кто вот дискутирует на тему, что вот воры плохие, воры плохие. А, блядь, допустим. И он бы эту позицию пусть мне доказывает. Приводит примеры, аргументы, факты. А я не буду на это отвечать и приводить свои доводы и аргументы, на которые тоже потребую ответа от него. Чтобы он отвечал. Я не буду криком кричать, переспаривать, как у них там даже, блядь, раздражают. Серьезные люди, взрослые, если хотите свою точку зрения доказать, что там, дайте мне сказать, один одному орет. Я не дам вам, как, блядь, проститутки, истерички какие-то. У тебя в дискуссии спор, он всегда должен основываться на взаимном, как говорится, удовлетворении, чтобы я видел, что вы мне задаете, что вы отстаиваете. Какие вопросы задаете, я на них вам должен ответы дать. Так же я вам свои вопросы задам, вы мне должны ответы дать. Чьи ответы будут убедительные, тот и победил, правильно? А здесь вот сидят и секундантов спрашивают по НТВ или где там. Показывают, ну что вы думаете? Я думаю, он был более, он был более, он был более, чем он был более. И как-то начинают какой-то бред нести. Нет позиции, нет вот этого, нет вот этого. Бывает, арендируется правильно, говорят, какие-то приводят к качеству, по которым действительно человек выиграл, совпадают. Но порой, я говорю, такое несет. Люди на всю страну показывают, вот такие вот вещи, просто поразительные. Их или не готовят, или их прям просто поймали на улице, нахуй, иди-ка сюда, садись и говори. Неужели они не подготавливают, как они себя ведут? Просто безобразно. Да как, ну при чем жили? Да все, Митрофанов, да кого угодно, кого угодно. Митрофанов, потом вот этот по природной этой херне, министр-то вот этот все, лысый, сносил все, незаконные постройки-то этот. Вот этот тип. Митволь. Да, а? Митволь, да, вот этот. Вот, ну что это, что это? Кричают, как клоунада. Когда спокойность ты такую должность занимаешь, ты веди себя соответственно, правильно? Назначенную должность и достоинство держи, покажи людям, что действительно ли личность. Что орать-то здесь? Да вы сами такие, да вы такие, стакан в рожу, блядь. Что это, доказательство? Ты сядь за мной по мужски достойно, сядь и свою позицию выскажи, обоснуй ее. Обоснуй ее, докажи, что это правильная позиция. А я тебе свою выскажу и тоже так же, точно так же, обоснуй все, на все эти вопросы отвечу. А уже потом люди посмотрят, правильно, кто из нас лучше в жизни ориентироваться и правильнее живет. Вот что, правильнее живет и достойнее. Пожалуйста. А, допустим, ну это мы говорим, всегда же, ну то, что менты занимались, допустим, это одно было, но еще все времена, 60-е, 70-е, 80-е годы, а вот так же взять разведка. Разведь-то все-таки она занималась, не занималась, потому что в фильме будет об этом сказано. Разведка, это ПТБ, как они? Почему не в курсе? Почему не в курсе? Они были в курсе, они были в курсе, по-любому были в курсе. Нельзя считать наивной разведку, такие дураки там не служат, работают. Поэтому разведка, естественно, была, естественно, я полагаю, это мои, как говорится, предположения, что она все знала, все знала. Но почему? Почему она никогда не вмешивалась туда, понимаешь? Потому что воры не лезли в политику. Не было таких тем у воров, которые бы грозили, понимаешь, государству. То есть таких планов не было у воров, которые бы грозили существующей власти, понимаешь? Нас могли бы стать там, кажется, уничтожать уже, если бы мы там, надо власть переворачивать, надо массы поднимать. Так бы просто убрали бы, да и все. Понимаешь, это уже угроза идет. А у нас угрозы нет. Мы собираемся решать чисто свои житейские тюремные вопросы. Мы. Или, как говорят, передел сфер влияния. Передел сфер влияния. Кто кому будет платить. А почему не говорят, кто будет, за какой район отвечать. Вот случилось в этом районе, пошел парень с девушкой. Подлетели какие-то, блядь, бакланы. Парню врыло, девку в кусты потащили. Вот чтобы в районе был человек из криминала, который бы там пользовался вот именно авторитетом среди людей, уважением. И который мог бы все там разобрать в этом районе. И, как говорится, отвечать за него. То, чтобы в этом районе объехали бы всех. И сказали бы. Я имею в виду, кто занимается криминалом. Кто на этой педали вообще просто стоит рядышком. И объяснили. Вот такой-то человек. Все вопросы решать только с ним. Будут самодеятельные какие-то беспредельные поступки. Значит, все сообща будут ловить вас. И будут вас уничтожать, глушить. Чтобы вы, блядь, такими вещами не занимались. Понимаешь? Об ответственности никто не говорит. Что вот он смотрящий смотрит за зоной, он отвечает за зону. Он несет ответственность при этом перед нами ворами. По-любому. Несет ответственность. Потому что любой вор, любой мужик зоны может написать. Или сказать там кому-то своим родным. Родные, кто-то, может быть, знает там через своих родных какого-то из воров. Спросят или придут в записку. А там будет человеком изложена ситуация. Вот такая, вот такая, вот такая. Естественно, я как вор, получив такую ксиву, видя, что в ней излагается о том, что в зоне происходит беспредел. Я, естественно, вероятнее ей стопроцентно не дам, но уже это меня побудит разобраться в этом вопросе и выяснить, что там происходит. Поэтому каждый положенец также знает, что ему отвечать. Вынес неправильное решение, мужику судьбу сломает или там обидит его. Потом воры разберутся, ему уже шею повернут в другую сторону, этому положенцу. Поэтому чего тут плохого? Если есть человек, вот, допустим, в этом районе пропала у вас автомашина, вы пришли там через своих знакомых, вот, Александр Литинович, у нас машина там пропала. Где? Так, там, там, там. Сейчас узнаю. Я, естественно, позвонил, узнал там. У вас, у вас, например. И были случаи неоднократные, когда обращались. Лично ко мне обращались. Помогите найти. Все, не вопрос. Поищем. Находили, возвращали. Опять же. Мы уже могли, допустим, любому сказать, почему надо вернуть, объяснить, обосновать. Не просто сказать, приди, возьми и верни. Человек же делал дело, рисковал и прочее. Поэтому что можно сказать? Молодец, украл. Получилось. Но вернуть придется. Потому что этот человек такой-то, такой-то. Например, простой коммерсант, но он уделяет вниманию общим и прочим. То есть, всегда, и там, допустим, необходимые предметы, курил, чай, все там дает, как положено, на людей, которые находятся в неволе. Поэтому и за него уже, естественно, мы всегда будем разговаривать, если он обратится с какими-то там, ль, просьбами, что там кто-то во беспредел на него наезжает. Все-таки кому же туда неинтересно? Как в случае, может, действительно, как политические судьи могут все расставить? Так кому выгоднее его? Почему отстрелили? Почему отбивали? Кому выгоднее бриллианта, кто его убил? Почему? Кому мешают? Мешал, конечно, естественно, администрации Соликамска мешал. Ее построили, этот белый лебедь Соликамский, для того, чтобы воров ломать. А туда Васю, в принципе, привезли. Легенда преступного мира, естественно, того начальника, который был в то время, у Ина. У него там вообще амбиции выпрыгнули через верх. Как так? Такого популярного человека привезти? А ведь уничтожить какое самое главное качество в жизни? Они, чтобы себя в глазах чьих-то возвысить, они стараются обгадить другого человека, который выше. А если им это не удается, они готовы за это удавиться. Понимаешь? Когда он, ничтожество, стоит, а рядом с ним стоит величина, которая у него с ощущением смотрит. Что в таких случаях ничтожность будет делать? Вот это самое главное. Он при власти, он себя думает, ну я такой уиновский начальник, тут к Васю, блядь, привезли. За Васю люди, блядь, смотрели миллионы, блядь, как на икону. А на этого барбоса никто не взглянул. Я им себя привел пример, я говорю, вот случилось бы вам умереть в один день? Одному там начальнику я говорил, когда тоже за Васю стал говорить. Я говорю, вот случилось бы вам умереть в один день? Разница между вас такая, что Васе бы на похороны десятки тысяч людей пришли похоронить, искренне пришли бы. Не нажраться на поминках, а просто именно увидеть в последний раз человека, попрощаться с ним. Миллионы бы пришли, к твоей бы пришли, к твоей сослуживце и родственнике в лучшем случае. На 9 дней его бы поминали, Вася Бриллианта, также десятки тысяч людей поминали бы. Тебя бы вспоминали уже, только родственники, даже сослуживцы бы уже не отмечали. Только родственники. А 40 дней, половина родственников бы, я уже забыла, что ты такой был. Понимаешь? И в итоге, Васю еще десятилетия будут помнить люди, даже по разговорам. Она слава, о нем говорят люди, значит человек что-то стоил, значит он этого достоин был, если столько говорят. А он, этот начальник, хотел его в голову, я вот его сломал. Вот я здесь такой, я, блядь, крутой. И когда у него ни хера не получилось, когда Вася попросту показал даже окружающим, насколько он выше этого, идиота в погонах, того, конечно же, злоба задавила. Так он только услышал об этом, он забежал только вот на Белый Лебедь, утром забежал, в управление как пришел, узнал, прям прибежал на Белый Лебедь, ну кому тут руку пожать за Васю Бриллианта? Гондон прибежал туда вот козлам, говорит, кому тут руку пожать за Васю Бриллианта? Для него такое это было счастье. Вот именно для него. Я не говорю, что он организовал, но для него это было счастье. Он прибежал, вот, наконец-то уничтожили, и теперь хоть не будут сравнивать их между собой, понимаешь? Потому что тот же Вася Бриллиант мог в полной мере с ним вот так сесть и в глаза ему, блядь, доказать, словесно доказать, насколько он выше, чище, порядочнее. А то, что он в тюрьме, это дело десятое. Главное человек. Какая разница? Килька вон и в море, вон килька в банке, в томате. Все килька. Понимаешь? Ну одна плавая, а другая вот лежит, блядь, в консервах, епта. А все равно килька, блядь. Так и здесь человек, и ты человек. Ну один говно, блядь, поэтому я тебе говорю, какое отношение? У нечисти, у любой, я тебе говорю, у любой нечисти, у любого непорядочного, если перед ним оказывается человек достойней, выше его, понимаешь? По-любому. Он не сможет это равнодушно проглотить. Вот эта посредственность, понимаешь? Достойный мужик. Были хозяева и мужики, такие достойные, о которых я до сего времени могу, блядь, поименно, по имену отчеству даже сказать их. Хотя это было 30 с лишним лет назад, я поименно помню даже отрядников некоторых. Только потому, что они были людьми. Вот они понимали свое место службы, что их жизнь заставила здесь вот работать. Много им было неприемлемо в разговоре со мной, они прямо говорили, вот это бред, вот это несправедливо, неправильно. Но они, военные люди, им надо было говорить, есть и выполнять. Другое дело, как это выполнить? С душой, с охотой, со злорадством? А другое дело, выполнить с сочувствием. И вот этого сочувствия мне не хватало больше в том же карцере, когда меня он закрывал, как он меня закрывал в этот карцер, что он мне говорил, для меня это на сердце так тепло, потому что человек, который меня туда закрывал, он осознавал, понимал, он в душе сам себя ломал, он понимал, кого он закрывает, понимаешь? Против души это делал, и вот это мне было приятно, что человек этот понял и осознал, и вот его я уже, конечно, буду уважать, только в самой наивысшей степени. Конечно, потому что этот человек, и я всегда понимал, что он на работе, что из него требуют, он то и тут требует, потому что, если тут не будет это делать, к нему придет начальник и по шапке даст. Поэтому, когда что-то приходило, начальство сказало, я прям говорил, Василич, ты пойди скажи, вот Северову, пусть начальство придет и само ему скажет. Не доверяю я вам, говорю. Понимаешь, так смехом говорю, я вам не доверяю. Пусть придет хозяин и мне сам скажет, что вот это вот мне нельзя, и он заберет. Я скажу, пусть попробует сам забрать. Даже когда мне дверь открывали, и начальник управления кричал, заберите это, заберите это, ОМОНовцам. Я ему говорю, братцы, я говорю, подождите, не торопитесь, что же он вас-то посылает сюда? Он меня хорошо знает, говорю, а что же он вас-то сюда посылает? Заберите. Пусть он сам, мужик же, духу много, зайди вы, забери. Он сможешь при ней, говорю, зайти и забрать. Да духу не хватит, я порву, говорю, блядь, как грелку. Понимаешь, духу просто у тебя не хватит. И вот там вот стояли, смотрели, блядь, и дурели, блядь. Я говорю, видишь, он не прав, заберите это. У меня рамка Галина, фотография стояла. Не положено. Я говорю, пусть зайдет и кто-то заберет. Пусть придет и заберет. Зачем мне не положено-то? Почему мне не положено иметь-то? Кто это прописал, что мне это нельзя иметь? Для меня это самый родной человек и дорогой. Почему мне нельзя иметь-то? Понимаешь? Так вот, если я с этим не могу смириться, я, блядь, никогда с этим не смирюсь. Я просто в жизни никогда, это сам себя, я, кажется, буду иметь, если я сделаю это. Потому что это мне душой, душой, понимаешь, не принимается вот такое действие, не принимается оно мной. Я своим нутром его не принимаю. В общем, в этом фильме будет рассказываться о певцах, то есть, заргон, сленг будет расписываться. И будут еще такие, ну, вставки я расскажу, о Миши Круге будем рассказывать, о высовском. Может, может быть, на этом фильме. Может, про Мишу. Ну, ну, что, Мишу, Мишу, Мишу-то можно что сказать? Ну, в принципе, я уже многим говорил, уже так-то был, что, в принципе, нам особо добавить-то нечего. Слух идет, что Владимирский Централ это твоя песня. Не, не, песню-то его, это не моя, зачем? Наоборот, песню он лично написал просто для меня. Впервые он исполнил в 98-м году ее в мотеле «Тверь» в январе месяце, 13-го числа. Был день моего освобождения, и вот мы были в мотеле, и он впервые эту песню спел. Объявил название под гитару, под одной и спел, она так сразу даже не показалась такой какой-то такой особой. Потому что, ну, и разговор людей, гул такой, ну, смеялись, разговаривали. И одна гитара, так и слова как-то не очень так проанализировались, в голове показалась такая не очень песня-то. А какие там слова поменяли? А нет, там было первое, у него было написано, когда он сам написал, первый раз мне показывал свой черновик, там у него было написано «Владимирский централ, Саня Северов, этапом из Твери, Злонименина». Там было так. Потом, когда я показал, я говорю, зачем мне надо эту херню писать, Миша, зачем это, глупости. Я говорю, замени каким-нибудь другим словом. Вот он заменил «Ветер Северный», то есть «Владимирский централ, Ветер Северный», а было Саня Северов. А так, я говорю, я всю жизнь, я всю жизнь писал стихи о своих мироощущениях, о том, что я вижу. Я даже писал стихи, вот, что, короче, когда некоторые люди их прочитали у меня, они просто в шоке были. У меня потом пришел один, а он начальник по режиму был, в каком учреждении, не буду говорить. А сам он бывший военный, командовал там полком, ну, такой чистый вояка такой. Но вот я аналогию еще могу провести, такую отвлекусь от него, знаешь, какую? Что вот кто близко, близко-близко, самая близкая каста, которая к ворам близка, почти что то же самое, это офицеры. Именно российские офицеры, русские. То есть вот, кодекс чести офицера, это практически то же самое, что кодекс чести вора. Единственное, что только офицеру надо отдавать честь и выполнять спущенное свыше, у воров этого нет, спущенное свыше, никто мне приказать не может, что-либо выполнять, кроме сходки опять же. То есть всех. А так вот офицеры, это то же самое, то же самое. Честь, которые стреляли за то, что долг не отдали офицеры, которым предлагали идти на другую сторону, благо всякие обещали, а они шли на смерть на пуле, белогвардейские офицеры. Но офицеры, вот это каста близкая к ворам. Потому что самое главное, я говорю, это не иметь самого себя. А твердо знать, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, ради чего делаешь. А уже как это делаешь, это уже будет, как говорится, твои трудности. Плохо сделаешь, можешь поплатиться серьезно. Вот так, в целом, такая вот ситуация. Может, еще какое-нибудь стихотворение? Вот какое стихотворение, сейчас, не знаю, какое-то, сейчас посмотрим, какой-нибудь есть, наверное. А сколько вообще вы делаете? Да очень много. Около тысячи, наверное, если не больше. Вот такой монолог «Размышления о жизни». Бываю, что духа свободы не лишишь, если с ним ты рожден. Пусть не вижу я белого света, в казематах тюремных томясь, все равно я плюю на запреты, на любую насильную власть. Признаю я одно, власть природы, что с рождения ею и дано, не сломают ни страх, ни невзгоды, не тюремное в клетку окно. Все лишения заборы в три метра и решетки в тюремном окне не лишат меня вольного ветра, что подарен природой мне. Ведь недаром писал Пешков горький в песне сокола мысли змеи, что не нужен характер, есть стойкий, чтобы есть просто падаль с земли. Для таких уже ползать за счастье, не дано им природы летать, не узнать им ни выси, ни страсти, им ползущим меня не понять. Лучше год я поем свежей пищи, чем годами есть падаль давясь, за подачками тянется нищий со своей судьбой мирясь. Я ж не нищий, не жалкий калека, не домашний прирученный скот. Я родился на свет человеком, и во мне дух свободы живет. Не смирюсь я с всеобщим загоном и не встану безропотно в хлев, я по жизни стою над законом, словно дикий оскаленный лев. Я рожден от природы свободным, и меня никому не сломать. Лучше буду я чаще голодным, чем подачки из рук стану брать. Пусть предложат мне клеть с позолота, я не стану сидеть в заперти. Я рожден для свободной охоты, а не как скотный сброд для клети. Пусть мне выпало тяжкое бремя, пусть покой только видится мне, но и в это нелегкое время я свободен и в этой стране. Ну, это еще написано, когда коммунисты были. То есть, это еще до перестройки, в 80-е годы. Такие. Ну, вот такое вот это тоже. Это уже касаемо политики, но это не политическое, а просто мое мышление такое, будем сказать. Это к политике никоим родом не относится. Коль ищешь истину тырьяна, зажги костер и в том огне увидишь в пламени багряном, в какой родился ты стране. Увидишь в ярко-красном цвете остовы взорванных церквей, в кровавом утреннем рассвете увидишь сотни лагерей. Ты не найдешь иной окраски, другой в России просто нет. Расстрелы в будни и на Пасху имеют только красный цвет. Страна как красна, но просто пламя. Не зря в народе говорят, что кровь основа, наше знамя. И не живут в стране, горят. Горят желанием, почином, горят порывами души, горят в делах и без причины, горят от водки алкаши. Горят в труде энтузиазмом, рабочий план и тот горит. Горят на бабах приоргазмом, в стране у всех горящий вид. Горят все гневом благородным, и старики, и молодежь. Пожалуй, в стране идет народный, горят хлеба, леса и рожь. Горящий нрав, кипящий разум, безумный и горящий взгляд. И в жизни с ленинским наказом народ сжигает все подряд. Горят пилоты и танкисты, гореть в России с детства дар. Лишь не пылают коммунисты, те, что зажгли такой пожар. Чтобы не гореть, как все в пожаре, они избрали красный цвет. Он как огонь, но нету жара, он словно кровь, да крови нет. Зачем гореть им от натуги, когда пылает вся страна? Народ горит, но целы слуги, и в ощех Ленин сатана, лежит в гранитном мавзолее, в стране он всех живей живых. Где труп еще найдешь в музее, в каких аналах мировых? Жила страна, весь век безбожно, крушили все, ломали, жгли, спалили все, что только можно, а мавзолеи не сожгли. Все ходят босые, раздетые, и не хватало кумача, чтоб сбылись все в стране заветы иуды Вова Ильича. Узнал ты, друг, страну советов, жизнь не стоит, вперед идет. Пожар погас, но нет ответа, за что горел в стране народ. Финал один, закономерный, о нем нельзя сказать без слез. В стране, где был пожар безмерный, сегодня голод и хаос. Это 91-й год я написал. Давай. Так. Отыграем. Это конь же, да? Да. Горбатый, видишь? Горбатый. Нормально. Так. Что-то на чем остановились мы? Как и паузы взяли. Да. Просто после стихов они впечатления на что они все эти коммунистические были достали. Ну да. Это уже все в прошлом, слава Богу. Это все уже прошло. Вот есть опять, ну не то, что легенда, но точно известно. Первый сын Андропова был от первого брака. Он тоже, ну не был ворон, но он воровал и пропивал все, просто воровал, ходил по улицам, пропивал все, что это было, вот эта легенда, которая не касалась. Нет, не знаю. Нет, 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 не знаю. Об этом не знаю. И его поток в Тирасполе взяли в 82-м году. Когда гвинты взяли и били его надо. И Андропов после этого он уже стал раскидывать. Нет, раскидывать не за это он стал. Раскидывать он совершенно не за это стал. Ну это я говорю, это уже политика. Нет, ну интересно, потому что в этом фильме будет рассказывать история сына его, Андропова. Нет. То есть Андропов в этом же году умер Брисов, и в этом же году Андропов стал генеральным секретарем. Да, да. То есть связь, которая сама по себе не прошла. Он, да, у них своя была война со Щелоковым, очень серьезная в свое время. А уже вот это убийство Наждановской, когда показывали, вот это уже был серьезный факт. Это было действительно в натуре так. Я это помню даже везде. КГБ стало глушить за это милицию вот так вообще конкретно. Да, за то, что убили комитетчика. И тогда началось расследование. И пошло, и пошло. И Стальков Щелоков уже попал сам по себе. И все. И Андропов сразу все перешерстил. То есть они были как бы враги с МВД. И Щелоков именно непосредственно с самим... С этим... Ну, как его... С Андроповом. Щелоков с ним непосредственно. А ставки были в этой игре от воровского мира? Потому что так грузины стали... Да нет, ну, я же говорю, политика вообще далекая. Далекая вообще, блядь, отрасль, блядь, для воров. Мы вообще никогда этим не занимались. Я же говорю, вот, нам наплевать, какой строй. Нам строй любой хороший, где люди хорошо будут жить. Для нас строй только такой хороший, где люди будут хорошо жить все. Вот. Я же говорю, а так, что, какая разница, там, Андропов будет, не Андропов будет. Эта разницы нет никакой. При любом случае, я же вот изначально почему не зря это говорил, что вот воры это самые честные люди, почему говорят, что вот мы воры в законе. Потому что воры почему хорошо? Они как чертова страшилка. Понимаешь? Когда власть сама говном занимается, понимаешь? Вот хорошо такие темы на телевизорах заводить. За воров, понимаешь? Вот воры, там, агрессионная преступность, туда-сюда. Зато себя стрелки переводят вот на воров. И вот всяко склоняются. Вы думаете, все, что можно. Я не знаю, что только не придумали уже за воров. Что только не придумали, я не знаю. Чуть не президент ты, вор лес один. И книги еще на эту тему пишут. Олухи бездарные, блядь. Просто вообще я такой прочитал книгу, просто одурел. Какой бред написан. И, блядь, человек пишет. Я говорю, у меня такое желание просто в лицо было плюнуть, блядь. Вот эта писательница, дамочка там одна. Пишет. Вор-варяг какой-то. Союзный вор-варяг. Раз, все деньги общака собрал. Запустил их в бизнес, там деньги провернул. Раз, выдвинулся на губернатора. Тут чуть ли не уже не в президенты полез. Ворам объясняет. Там это так, блядь, такой бред. Ну просто ужас. Вообще одуреть надо. Да кому? Зачем? Вот просто зачем вору это? Зачем? Когда у него мышление совершенно другое. Зачем ему это? Влезть туда власть? Если вор влезет во власть, он нам вместо президента. Такое просто представить невозможно. Но если вообще вдруг такое бы случилось, да? И попал бы истинный вор именно во власть, на место президента. Я заранее могу сказать, какой бы был финал. Понял? Все порядочные люди, достойные, были бы на свободе. А все негодяи, блядь, и пидорасты, хуесосы все. Предатели все. Они бы сидели в тюрьме. Вот было бы так. Не на черных белых, не по расовому принадлежности. Понимаешь? А вот конкретно по жизни. Если ты, блядь, буду негодяй, способный близкого, вот у близкого, у родных украсть. Крыса натуральная тащишь. Предать ближнего друга, передать во всем. Ради какой-то выгоды. Вот ты мразь. Вот такие будут сидеть в тюрьме у воров. Если воры будут в правительстве или там президентом. А нормальные люди, порядочные, слесарь или это, кто угодно, не важно. Такие люди все были бы на свободе и жили довольно достойно и достатки все. Все бы жили. Вот за счет этой нечисти бы, блядь. Вот она бы должна была работать, это значит, в лагерях. Бесплатно вообще. На одну кормежку на свою. А остальные деньги все вычитать и отдавать людям, блядь, порядочным. На свободе, которые имеют 10 детей. Тракторист, Пашец Страдоныч. Вот. Вот такая бы власть случилась, если бы воры попали к власти. Потому что для воров, я говорю, показатель один. Это сама твоя порядочность. Твоя честь, твоё достоинство. Если ты это всё имеешь, то ты человек с тобой, будут и общаться, и вожать тебя будут, и всячески. И естественно, немаловажную роль играет ум, конечно. Очень, очень большую роль. Потому что в своё время, когда мне было 18 лет, я попал на лесоповал, где было ещё 75 человек, четверташников сидело. В Архангельской области я в Ярцево пришёл, посёлок Совзо. Там было ещё 25 четверташников. То есть срока были ещё у некоторых. 28, 33 добивали. Вот я пришёл, таких было там 75 человек. И вот я помню, как я в зону пришёл, как я всё впитывал, слушал, как интересовался всем. И потом видел, буквально через 3-4 года, которые приходили люди, что уже их интересовало. То есть они попали в такую ситуацию, с такими здоровыми сраками, всю жизнь жить здесь им придётся практически. Так вникни в это. Что здесь такое? Разберись, чтобы жить-то нормально, правильно там. Не наступать в говно постоянно. Разберись, твоя жизнь, вот на 15 лет это твой дом будет. Почему ей говорят? Разберись. А он ещё не разобрался, нихера. Ну он полез, он полез уже. Вот рога бах обломал, бах обломал. Поэтому я говорю, 18 лет мне было, я видел, как я губка впитывал. Всё, вот такое важное, нужное для жизни, которое я понимал, мне пригодится. И как сейчас приходится, что их сейчас интересует, блядь. Сколько каши дают, блядь. Да не дают ли добавки? Всё, вот их интерес в тюрьме. Потому что я говорю, они сами, они сами ещё в себе не разобрались. То есть люди пришли в определённое место, но ещё сами не разобрались, что они хотят. Понимаешь, в этом месте что они именно хотят. Как они жить хотят? А через сколько лет человек попадет в тюрьму, начинает понимать, что происходит? Ну вот я ещё раз говорю, это очень тяжело обобщить, потому что для каждого человека это разный срок, в зависимости от его ума. Вот я говорю, я 18 лет понимал то, что сегодняшним днём, грубо скажу, 40-летние не понимают. В лагере находятся 40-летние не понимают, что я в 18 уже знал на зубок. Вот за это почему я говорю, что не может быть какого-то определённого критерия, срока для каждого. Для тебя это надо 2 года, для него 22, а тот вообще никогда не поймёт. И когда мне кто-то там, какой-то там ссора с кем-то случалась, и мне какой-нибудь там пожилой сиделец, лет 25 уже, отсидевший, досиживающий вернее, мне говорил, «О, ты пиздюк, ты мне ещё рассказываешь, да я уже там 40 лет отсидел, мне 70 лет». Я говорю, ты можешь сидеть 90 лет, и уже тебе может быть 120 лет, но ты можешь быть бревном, блядь, тупым, понял, а можешь быть человеком. То, что ты отсидел, мне не показатель. Вопрос, как ты отсидел, и кем ты отсидел, вот это вопрос. А сколько ты отсидел, для меня это, блядь, фу, ёбаный. Любой может отсидеть. У нас такая страна, любой может отсидеть. А вот как себя правильно поставить? А ведь почему? Большинство, вот здесь же психология человеческая закладывается, просто я говорю, кто анализирует, он её не видит. А вот когда большая масса людей скоплена в каком-то одном месте, понимаешь, то люди-то разные. И вот, например, одни, будем говорить так, пришли сразу, одели повязку, вступили во все секции, то есть встали на правильный путь. Но у этих людей правильный путь, понимаешь, это цель – быстрее выискочить на свободу. То есть они одевают повязку, вступают в секцию, за них администрация говорит, это вставшие на путь исправления люди. Вот, за него чуть ли если ему там, с ним конфликт, ему в рожь дашь, чуть ли не как при исполнении служебных обязанностей судят. Да, понял. А он вот так, обманным путём здесь на того донёс, там на того до УДО дошёл, раз и ушёл на на УДО. Сиди, сижу в зоне я сурок, два месяца проходит, раз – Вася приходит. Вот этот Вася, который на УДО ушёл. Администрация – ооо, Вася пришёл, радуется. Администрация должна по логике вещей. Ах ты негодяй, ты нас обманул, ты нас подвёл, ты встал на путь исправления, мы тебя, блядь, представили, а ты, сука, там через месяц опять совершил и идёшь сюда, вот вам надо где его закручивать. Должна, по логике, правильно? Для здравого смысла-то что другое может быть? Ты нас обманул, вышел на волю, мы, там же судья говорил, наверное, кто его выпустил поудобнее от этого преступника. Вы должны за это его вот так зажать, а вы, о, Васька приехал, он опять повязку, опять в эту СВП, опять полсрока и на УДО. Такой у меня был в жизни случай, три раза один и тот человек пришёл, пока я семёру сидел на зоне, вот здесь. И я говорил, вот вы, администрация, вот вам какие люди нужны, вот для вас они страшный путь исправления, вот эти вот приспособленцы, которые вам врут в глаза, сами говорят, как бы вас объебать, думают только об этом, как вас вот в погонах объебать. Понимаете прекрасно, что они, они для вас тоже как гандоны, и вот они свою вылавливают, вас объёбывают, обманывают, вот, с фондом они встали на путь исправления, на кого-то рапорта пишут, по их рапортам даже есть зоны, в которых людей сажают в карцер, а может он счёты сводит, барбос, потому что у него нет качеств человеческих, а ему обидно. Как так, такой человек независимый, вот так себя поставил в зоне, вот, потому что в нем есть и качество, а у него этого нет говна, он начинает, человека этого, если есть возможность у него, власть, он начинает его писать там всякую ерунду на него, прочее, прочее. Вот вам такие нужны, лизоблюда, обманщики, и вы радуетесь таким, уковалька пришёл опять, вот, вот вы администрация, что вам, вот такое нужно, вот такие вот нужны, чтобы вы здесь отсюда выходили, вот такие приспособленцы, которые в глаза бы заглядывали, или, блядь, на ближнего друга мог донести, вам и такие нужны, это вставшие на путь исправления люди, это тварь, блядь, твари конченные, уже не люди, блядь, а четвероножные животные, которые, блядь, также попали в тюрьму, как и другие попали в тюрьму, в беду какую-то попали, нет, чтобы помогать друг другу, а он на нем, блядь, свое благополучие строит. И даже так говорит, не дашь сто рублей, я скажу, что ты вот это, вот это, и мне поверят. Такие тоже были, и резали их прям тут же, если нарывались. А что порождает-то? И вы хотите, чтобы такие люди на свободу выходили? Так дальше-то они будут в обществе общаться, жить. Они уже так, живши там, они в себе это уже впитавшие и далее понесут такую, понимаешь, манеру поведения, приспособленности вот такую же, как они сами. Придавай близнего, если деньги выгодно, насрать на кого-то там, если деньги выгодно. Вот принципы этих, понимаешь? А их называют ставшие на путь исправления. И сейчас, главное, говорят, вот амнистия будет, лица, которые являются злостными нарушителями, не будут подпадать под амнистию, понимаешь? А злостные нарушители, раз они там нарушают закон, преподносится обывателю же так, нарушители там, а там кто нарушители? Вот воры там всегда нарушители самые, потому что если вор в зоне находится, положено 5 грамм сахара каждому арестанту, пусть дадут 2, попробуют. Только, блядь, об этом кто-то из мужиков скажет, я приду прямо к начальнику, и скажу, говорю, начальник, вот, положено по 5 грамм, вы мужикам дали по 3 грамма. Люди возмущены. Смотрите, получится заморочка, я вас предупреждаю, потому что когда случится эта заморочка, приедут с управления, с Москвой люди разбираться, я им сам подаю и скажу, я вас предупреждал, что такое сейчас случится. И вы это поспособствовали ли допустить? Понимаешь, как сразу вопрос ставлю? И хозяин понимает, что да. Понимаешь? Сейчас он, я сделаю это, люди кипиш какой-то поднимут, приедет комиссия, он слетит с места. Поэтому, говорю, распорядитесь доложить. Офицам, извините, не довезли сахар, завтра отдадут здесь 100 грамм. Я говорю, это ваше слово офицера? Да. Хорошо. Другое дело. Понимаешь, форс-мажорные обстоятельства всегда везде бывают. Хорошо. Я людям объясню, я выхожу, говорю, братцы, все нормально, там не увязки действительно, они зависящие от администрации. И все. И мужики пошли, и все. Что, плохо это в зоне? Нет. Но администрации я там не нужен. Потому что она не сможет свои делишки проворачивать тогда, неблаговидные. С котла сумки таскать, блядь. Домой, блядь, чист таскает. Банки тушенки, блядь. Да масло подсолнечное, бутылки пиздят, нахуй. Тащат с котла. Мясо. Вот у меня нигде не пиздили, где я был в зонах, нигде не пиздили. Ни один мусор. Потому что я сразу приходил к хозяину и говорил. Гражданин начальник, я не знаю, есть ли у вас такие факты в лагере. Продолжение следует.